Добрый вечер. Сегодня мы начинаем изучать недельный раздел Торы Байгаш. Предыдущая глава Микец закончилась на самой высокой ноте. Встреча Йосефа и его братьев в Египте приводит к тому, что он обвиняет их сначала в шпионаже. Затем он обвиняет Беньямина в том, что он украл у него кубок. Все действия Йосефа направлены прежде всего к тому, чтобы привести братьев к раскаянию. Ему необходимо для того, чтобы вернуться в свою семью, ему необходимо изменить свое мнение о братьях прежде всего, убедиться в том, что они действительно раскаялись в том, что они продали его, и, конечно же, изменить мнение братьев о себе. Убедить их в том, что он не интригант, в том, что он не опасный человек, в том, что он не стремится к власти, в том, что он не ищет каким-нибудь образом навредить их. Ради всего этого Йосеф выстраивает многоходовую комбинацию, ход за ходом, и стараясь путем моделирования ситуации, которые напомнят братьям всю историю с ним, все столкновение, которое было у них с ним, привести их к сознанию того, что они вынесли неправильное решение, что они ошиблись, что это была роковая ошибка, с их стороны, привести их к раскаянию. И вот в самом конце недельного раздела Микец кажется, что его старания наконец-то увенчались успехом. Иуда, обращаясь к нему, говорит такую фразу. Что нам сказать господину моему, что нам говорить и чем оправдываться? Сказать нечего, и оправдаться нечем. Факты налицо. Есть кражи. Нам ясно, что мы не украли, но факты налицо. И кубок найден. Бог нашел вину за рабами твоими. И вот мы, рабы, господину нашему, и мы, и тот, у которого найден кубок. То есть мы знаем, что этого греха мы не завершали. Воровать мы не воровали. Но Бог нашел вину, как объясняет Раша это, нашел кредитор, место и время для того, чтобы потребовать расплату своего долга. То есть мы, должники, за нами долг еще с давних времен. Мы давным-давно согрешили. И за это, в расплату за тот грех, который мы когда-то согрешили, за это и происходят с нами вот эти непонятные печальные события. Ну, здесь есть раскаяние. Понимание того, что продажа Юсефа – это и был тот самый грех. Это и был тот самый долг, который братья задолжали. Иуда понимает, что это была ошибка. В этом он раскаивается. Можно было бы ждать, что в этот момент Юсеф тут же прекратит полностью всю игру, весь спектакль на этом закончится. И он, наконец-то, признается. Нет. Пока еще нет. Значит, это еще не все достигнуто. Но он сказал, не дай бог, не пристало мне поступать так. Нет. Человек, у которого найден будет кубок, он будет мне рабом, а вы идите с миром к отцу вашему. То есть то предложение, которое ты даешь Юда, чтобы вы все остались здесь рабами, это даже по справедливости все. По справедливости тот, кто своровал, тот должен принести свое наказание, а вы можете отправляться домой. Вот оно, дополнительное испытание, которое он ставит, моделируя ситуацию, очень похожую на ту, которая была десятки лет тому назад. Согласятся ли братья сейчас вернуться снова к отцу и снова сказать ему, что одного из братьев они не досчитались, когда один из них остается в рабстве. Вторая сторона, точно так же, как его они когда-то продали в рабство, теперь у них возможность уйти, когда в рабстве останется его родной брат Бенемий. Вот здесь начинается раздел Вайгаш, 44 глава, 18 стих, начинают читать. «И подступил к нему Юда и сказал, о мой господин, позволь твоему рабу сказать слово в уши моего господина, иди, не разгорится твой гнев на твоего раба». Вот эта фраза служит вступлением в довольно долгую, относительно того, как это можно видеть в Торе-Торе, очень скупа на подробности, и дальнейшая речь Юды действительно достаточно долгая и подробная. А вот предисловие, вот эта вот фраза «позволь рабу своему сказать слово в уши моего господина, иди, не разгорится твой гнев на твоего раба». Два вопроса у нас здесь возникают, даже три, три, пожалуй. Начинается это всё с того, что и подступил к нему Иуда, Вайгаш, то самое слово, которое является и положило название нашему разделу, Вайгаш, буквально по-простому, значит, подошёл. Хотя, конечно, для этого можно было бы потребить другое слово, поэтому многие переводчики пользуются здесь более многогранным словом «подступил». В чём проблема с этим словом Вайгаш? А куда он должен был подойти? Ведь вся сцена, которая нарисована в конце предыдущей главы, это когда Иуда и все его братья, когда они возвращаются к Юсефу после того, как их нагнал домоуправляющий, Юсеф обвинил их в краже. И кубок нашёлся, теперь они все вернулись. Ну, вот они стоят перед Юсефом. Так если они уже стоят перед Юсефом, и Юда, и ему есть что сказать. Ну, так скажи, куда он должен, почему подходить? Куда подойти и куда подступить? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что это за выражение «позволь твоему рабу сказать слово в уши моего господина?» Что он хочет сказать? Что «позволь мне тебе шепнуть на ухо?» А зачем тогда шептать на ухо? И, наконец, третий вопрос. «И да не разгорится твой гнев на твоего раба». А почему нужно было ожидать? В чём здесь стон такого? Он ещё вроде бы ничего такого не сказал. Вроде бы никакого хамства он ещё до сих пор не допустил. Почему же он тогда заранее уже просит, чтобы Юсеф не злился на него? Вот это три вопроса. Почему нужно было подойти или подступить? Первый вопрос. Второе. Что означает выражение «я буду говорить, позволь мне сказать тебе слово в ухо». Тебе в ухо, в ухо моего господина. И почему он просит Юсефа не злиться? Прежде всего посмотрим, как Раши обращается с этими тремя вопросами. То, что сказано «позволь мне сказать слово в уши моего господина», Раши говорит, нужно это понимать буквально. Он не имеет в виду, что я тебе сейчас буду шептать на ухо. Вовсе нет. Имеется в виду «пусть мои слова будут услышаны тобой». То есть, это просьба. Сейчас Юда должен произнести свою защитительную речь. И все, что ему нужно в этот момент, это максимум внимания со стороны Юсефа. Чтобы он обратил внимание на то, что будет говориться. А не то, чтобы он занимался во время этой речи какими-то другими своими делами. Потому что тогда, скорее всего, ничего не поможет. Поэтому прошу тебя, склони ухо. То есть, обрати внимание, вслушайся в то, что я тебе буду говорить. И пусть мои слова войдут тебе в сердце. Услышь. Ну, а что тогда означает «если»? Тогда «если» имеется в виду, что не собирается говорить Юда на ухо Юсефа. Тогда для чего нужно подходить? То есть, если бы мы это объяснили буквально, что он собирался ему что-то шептать на ухо, тогда вроде понятно. Для того, чтобы шептать на ухо, нужно таки подойти к нему поближе. Ведь не стоял же он от Юсефа на таком, маленьком расстоянии, что он мог прямо, не подойдя, шепнуть. Но поскольку Раши объяснил, что не то имеется в виду, не разговор на ухо, тогда как объяснить слово «вайгаш» и «подступил»? Раши даёт объяснение, что здесь не имеется в виду его конкретное приближение физическое к Юсефу, а имеется в виду, вот именно вот «подступил», это перевод, пожалуй, который больше всего соответствует комментарию Раши. То есть он приготовил себя, точно так же, как в своё время Авраам, приготовил себя и к тому, чтобы умолять, и к тому, чтобы просить, молить, и к тому, чтобы говорить с ним жёстко. Все эти три формы, все три настроя, когда человек подходит и готов на всё, готов и умолять, и упрашивать, и с другой стороны, наоборот, говорить достаточно жёстко, ко всему этому Иуда приготовился. И это означает вот такой душевный настрой, и означает слово «вайгаш» – «подступил». Тем самым ответили мы и на третий вопрос. Поскольку Иуда собирается говорить не только мягко, и не только упрашивать, и не только молить, но не исключено, что, скорее всего, в его речи будут достаточно жёсткие фразы и достаточно жёсткие ноты, поэтому он заранее просит, чтобы ты… Просит Юсефа, чтобы тот не разозлился, ибо не всё, что он скажет, будет так уж приятно услышать, не исключено, что здесь будут и обвинения тоже. Это подход Раши. Итак, чё раз повторим. Раши говорит то, что сказано здесь. Позволь мне сказать слово в ухо моего господина, не имеется в виду прошептать на ухо, имеется в виду только «я прошу тебя, чтобы мои слова вошли в твои, были услышаны тобой, чтобы они проникли в твои уши, то есть, чтобы ты меня внимательно послушал». И гнев, гнев только, поскольку он собирается говорить достаточно жёстко, отсюда он заранее просит его не гневаться. Мурят комментаторов отказываются от пути, которые даёт Раши, и объясняют, здесь Пшат достаточно просто. Действительно, Иуда подошёл к нему, т.е. вот подошёл к Иосефу. Почему нужно было подходить, мы спросили, он уже стоял перед ним. Да. Ну, например, Рахаин. Рахаин говорит следующую вещь. Когда человек находится на приёме такой важной особой, как Иосеф, почти что царственная особа, то понятно, что с ним не говорят в четыре глаза тет-а-тет, а такой человек выседает на своём важном кресле, а перед ним стоит целая армия телохранителей и секретарей и чиновников. Человек может обращаться к такому важному лицу, перед ними целый такой заслон из слуг и чиновников. И Иуду это не устраивало, поскольку он хотел говорить с Иосефом и боялся. Может быть, прибавим сюда ещё одну фразу. Ведь после того, как он говорит, «Да не разгорится гнев твой на твоего раба, ибо ты для меня как фараон». По тому, как объяснил Рашин, очень понятно, что это за аргумент такой, что ты не разгорит, пусть не разгорится твой гнев на твоего раба, и мы понимаем, говорит Рашин, что он говорил с ним жёстко, потому что ты для меня как фараон. Такой ты для меня как фараон. Урахаим объясняет здесь следующее. Ты для меня как фараон. Фараон – он царь. Известно, что цари, как сказано, «Левм лахим биядаши». Сердце царя, оно в руках Всевышнего. То есть, поскольку царь – это человек, решения которого имеют очень серьёзное влияние, влияют и очень серьёзно на жизнь многих других людей, то Всевышний направляет решения подобных людей. То есть, есть некоторые мысли, которые зарождаются в головах у царей, у власть имущих, у людей подобного ранга, как Иосиф, почтица. Но есть некоторая проблема в тот момент, когда такой царь – человек, который держит бразды правления в руках. Опять-таки он их держит, но вокруг него есть советники, стратегические советники, советники по делам, печати, имиджмейкеры, секретари, юрисконсульты и так далее. И в тот момент, когда он должен принять решение, то каждый из них начинает тянуть его в свою сторону. Ну а люди – они как люди. У каждого из них есть свои интересы. У каждого из этих советников, или секретарей, или помощников, есть у них как свои взгляды. И очень часто подобному властному лицу не удаётся принять решение то, которое он хочет, потому что все его слуги, все его помощники, все его юрисконсульты и прочие советники подталкивают его в другую сторону. Вот это то, чего Иуда опасается. Поэтому он просит пройти, перейти через этот заслон всех слуг и советников, говорить с Юсефом тет-а-тет без тем, чтобы он принял решение, не советуясь со всеми его слугами и чиновниками. И, конечно же, это фамильярность. Подойти, сократить настолько дистанцию и пройти, как сегодня бы сказали, в стерильную площадь, там, где не должно быть никаких посетителей, так близко подойти к правителю, это, конечно, фамильярность даже граничит с хамством. Поэтому Иуда сразу же просит прощения. Ты прости меня за то, что я это делаю. А почему я это делаю? Потому что ты для меня как царь. Я хочу, чтобы ты своим царственным саном принял это решение без советников. В этом смысл этих предложений по Орахае. И в том же направлении идёт и Анациф Вемельдава. И говорит он, что вот то, что сказано «позволь твоему рабу сказать слово в уши моего господина», нужно понимать буквально, т.е. сказать на ухо. Почему нужно сказать на ухо? Когда мы говорим на ухо, когда мы шепчем, тогда почему обращаться к нему шёпотом? Шёпотом мы всегда говорим, чтобы другие не услышали. Пусть они не услышат. То же самое и здесь. Почему он хотел, чтобы было на ухо? Да потому что Иуда предлагает ему некоторую сделку. Что он хочет сказать? «Пусть» – это его самая последняя фраза. Он предлагает «а теперь пусть твой раб», после всех возвышенных слов, которые он говорит, «теперь пусть твой раб», т.е. я, останется вместо юноши рабом у него господина. А юноша пусть пойдёт со своими братьями. Давай сделаем. Тебе нужно отправить кого-то в рабство, за это в рабство. Отправь меня. Я согласен. А его только отпустили. Понятно, что это предложение, оно не соответствует закону. Предложить важному чиновнику в присутствии других, в присутствии всех его секретарей, помощников и консультантов и советников предложить ему сделать подобную незаконную вещь – это неправильно, чтобы они услышали. Поэтому, если уже предложить ему поступить вне закона, то желательно бы без свидетелей. Более того, ведь закон-то он, конечно, закон, но понятно, что есть люди, которые стоят над законом. Обычно в ту эпоху это были цари. Закон – это закон, царь – своя воля. Поэтому обычно к царю можно было обращаться с такой просьбой о помиловании, о том, чтобы он сделал что-то вне закона. Это и говорит Иуда Юсефу. Ты для меня, как фараон, это не просто лесть. Ведь ты ведь человек, подобный фараон. И точно так же, как фараон может помиловать грешника, вора, несмотря на то, что он попался на воровстве, но он может его помиловать. Но то он и царь. Ты тоже такой. Ты тоже. Но эта фраза, что ты для меня, как фараон, на самом деле, эта фраза опасная. Ведь даже если нам кажется, что ничего страшного в этом нет, в ней есть только максимум уважения к Юсефу. Но на самом деле в условиях абсолютной монархии того времени такая фраза – это всё равно как бунт против царя. То есть если чиновник, которому говорят, что ты для нас как царь, если он при этом смолчит и не будет протестовать, то его можно потом обвинить, ему можно потом пришить дело просто в бунте против царя. Подобным образом приличия не позволяют промолчать. Юсеф должен был возразить, накричать, заткнуть ему рот. Поэтому иудай хочет сделать это шёпотом, то есть сказать эту фразу. Давай, предложить сделку. Давай, я останусь вместо парня. Парень, может быть, и проворовался, я вместо него останусь. А, это против закона. Ну, ты же как фараон. И для того, чтобы никто вокруг не слышал подобного рода фразу, которая, в общем-то, может быть, объяснена, может быть, интерпретирована как бунт против царя, для этого он говорит это шёпотом. Вопрос теперь, вернёмся к Раше, почему Раша не хотел объяснить так, как объясняют остальные комментаторы просто. Почему Раша уходит от простого понимания, что имеется в виду, я хочу поговорить с тобой шёпотом, на ухо тебе хочу поговорить. И почему он говорит, что имеется в виду некоторая метафора, что это просто означение, что я хочу, чтобы ты прислушался. Потому что всё-таки, какие бы объяснения ни давали другие комментаторы, в общем-то, это, конечно, действительно невероятная фамильярность, это невероятно рискованный шаг со стороны Иуды, который может привести к полной противоположности всего того, что он хочет. Взять и подойти к такому властному человеку, власть ему, в общем, почти царю, подойти к нему и пошептать ему на ухо, это действительно очень-очень рискованно. Может, закончится тем, что он вообще не собирает, не захочет слушать, и тут же просто повелит убрать их оттуда, этих хамов, глаз долой, что нечего с ним вообще разговаривать. Поэтому Раши не видит возможности объяснить. Пшат здесь, что Иуда хочет поговорить с ним на ухо, шептнуть ему на ухо, и предпочитает другое объяснить. Едем дальше. Прочитаем сейчас сначала всю речь Иуды, а затем попытаемся ее разобрать. «Мой господин спросил своих рабов, есть ли у вас отец или брат?» И мы сказали моему господину, у нас есть престарелый отец и младший сын, родившийся у него в старости. Его брат умер, и он остался один от своей матери, и отец любит его, потому что его брат умер. Ведь отцу сказали, что Иосиф умер, но Иуда-то знает, что он не умер. Зачем же тогда говорить, что он умер? Зачем же он просто врет? Раши отвечает просто. «Брат его умер из-за страха, страх побудил его говорить неправду, потому что он подумал, что если я сейчас скажу, что брат его жив, так это египтяне еще скажут, а, есть еще один брат, его тоже ко мне приведите, а что тогда? Что мы тогда? Где его сейчас найти? Поэтому Иуда говорит, что брат его умер. И он остался один от своей матери, и отец любит его. И ты сказал своим рабам, приведите его ко мне, и я взгляну на него. И мы сказали ему господину, и он же не может покинуть отца. Если он покинет отца, тот умрет. И ты сказал своим рабам, если ваш младший брат не придет с вами, то не видать вам боли моего лица. И было, когда мы пришли к твоему рабу, моему отцу, то пересказали ему слова моего господина, и сказал наш отец, пойдите опять и купите нам немного пищи. И мы сказали, не можем идти. Если наш брат будет с нами, то мы сможем зайти, и мы не сможем увидеть лицо того человека, если с нами не будет младшего брата. И сказал нам твой раб, мой отец, вы знаете, что двоих родила мне моя жена, и один из них ушел от меня, и я думаю, что он растерзан, и с тех пор я его не видел. И если вы и этого заберете у меня, и случится несчастье, то в горе вы сведете мои седины в могилу. Теперь же, если я приду к твоему рабу, моему отцу, и с нами не будет юноши, с душой которого связана его душа, то когда он увидит, что юноши нет, то он умрет, и сведут твои рабы, седину рабы, раба твоего нашего отца с печалью в могилу. Ибо твой раб поручился за юношу моему отцу, сказав, если я не приведу его к тебе, то я буду тебе грешником навеки. А теперь пусть твой раб останется вместо юноши. Рабом у него господина, юноша пусть пойдет со своими братьями. Ибо как я приду к моему отцу, если со мной не будет юношей, чтобы не видеть зла, которое постигнет моего отца? Вот такая длинная-длинная-длинная речь. К мою цель. Цель понятна. Он хочет добиться освобождения Бениамина и предлагает, чтобы он остался в рабстве у Юсефа вместо Бениамина. И какие же аргументы он ему приводит. В общем-то смотрим. И никаких особых аргументов мы здесь не видим. Ничего нового, никаких новых аргументов здесь нет. Все известно. Он попросту пересказывает вкратце всю историю взаимоотношений их с Юсефом. С того момента, как они пришли в Египет покупать хлеб и до того момента, как сейчас Бениамина обвиняют в краже. Все он рассказывает, но все это мы уже знаем. Да и Юсеф все это уже знает. Зачем он все это пересказывает за нами? Что здесь нового? На первый взгляд ничего. Рамбан. Отвечая на этот вопрос, пишет так. Так, действительно, никаких новых аргументов, никаких новых идей в словах Иуды нет. Да потому что он, это не ситуация в суде, в которой защитник, адвокат должен найти какие-то статьи и какие-то пункты в законе, опираясь на которые можно освободить обвиняемого. Здесь совсем не о том речи нет. Иуда не выступает здесь как адвокат. И поэтому никаких аргументов-то у него нет. Это он еще с самого начала, еще до того, как он начал эту речь, он сказал, и чем нам оправдываться. Оправдываться нам еще. Не жди оправдать. Стало быть, все, что он хочет сделать, это только воздействовать эмоционально на Юсефа. Попросту разжалобить его. Попросту постараться сдвинуть его, растопить его сердце, вызвать в нем жалость, сострадание. И тем самым заставить его отпустить Геннерго. Вопрос. Почему он думает, что есть какие-то шансы, что это удастся? Перед ним Юсеф достаточно хорошо играл свою роль жестокого египетского чиновника. Так почему же люди думают, что вообще есть какой-то смысл сейчас распинаться? Есть, говорит Ромбан. Верно, что Юсеф играл роль жестокого египетского чиновника. Но вместе с тем он там и сям пропустил несколько фраз, которые могли изменить отношения. Он сказал, что он Бога боится. Если этот человек боится Бога, и тогда нужно постараться в нем пробудить, первое, жалость, постараться пробудить в нем милосердие, сочувствие и, быть может, даже возможное чувство вины. Что Иуда и делает, ведь он на самом деле, как он здесь говорит, что, к чему сводится его речь, что если сейчас ты настоишь на исполнении закона, и парень останется, юноша этот останется с тобой, то тем самым ты приведешь к смерти моего отца. Именно так. Сказана здесь правда. Теперь же, если я приду к твоему рабу моему отцу, и с ним не будет юноши, с душой которого связана его душа, то он увидит, что юноши нет, он даже не успеет расспросить, в чём дело, будет моментальный инфаркт просто, то он умрёт. И сведут твои рабы, седину раба твоего нашего отца с печалью в могилу. Говорит, Рамбан – это иносказание, то есть сведут твои рабы. Не твои рабы сведут, а ты сведёшь, имеется в виду. Это то, что здесь под текстом идёт, что в конечном итоге твоё поведение приведёт к тому, что ты попросту сведёшь старика отца в могилу. Ты хочешь брать на себя такую ответственность? Говорит это Иуда уважительной формы. Так что обвинение, оно только идёт намёком. Говорит, он сведут твои рабы, седину раба твоего нашего отца в могилу. Но, в общем-то, это, безусловно, намёком идёт здесь обвинение к Юсефу. Стало быть, всё, что здесь есть, действительно нет никаких претензий. Рамбан, кстати, спорит здесь с Рашей, который приводит, что да, была некоторая претензия. Раши в самом начале пишет так, комментирует начало слов Юды. «Мой господин спросил своих рабов, есть ли у вас отец или брат? Мы сказали ему господину, есть ли у нас престарел отец и младший сын?» То есть, вроде как, пересказывает всё то, что Юсефу уже хорошо известно. Раши, нет, здесь не пересказ. Здесь под текстом идёт уже просто обвинение. Зачитаем слова Раши. «Мой господин спросил своих рабов, с самого начала ты подошёл к нам с коварством». То есть, злой умысел был с самых первых шагов. «Ты задумал возвести на нас ложное обвинение. Для чего ты задавал нам эти вопросы? Где это видно, где это слышно, что люди, которые приходят купить пшеницы, их начинают спрашивать, задавать им вопросы, анкетировать их? А если у вас родственники, родственники за границей, а если у вас папа, если у вас брат, какое дело, какое-то отношение имеет к людям, которые приходят покупать хлеб? Мы что, просили руки твоей дочери? Или ты к нам сватался, к нашей сестре сватался? Чего вдруг выяснять какие-то семейные подробности? Стало быть, с самого начала это было злым умыслом. И мы сказали, мы от тебя ничего не скрывали. И то, что продолжает Раши, то, что ты сказал своим рабам «приведите его ко мне, и я взгляну на него», это называется то, что ты сейчас пытаешься обвинить его в воровстве, и то, что ты сейчас пытаешься засадить его за решётку, так называется. Это называется «взгляну», ты пообещал только взглянуть на него, а теперь пытаешься его засадить за решётку. Трамбан, бапшат, сказать, что это претензия. Какая может быть претензия? Да, действительно, Юсеф сказал «приведите ко мне этого человека», я на него взгляну. Значит ли это, что если теперь нахулиганит или сворует что-то, то поскольку я пообещал на него взглянуть, то я его не могу уже тронуть? Конечно нет. Да, я сказал «приведите», я на него взгляну. Более того, Юсеф же поначалу отнёсся к нему очень доброжелательно и, наоборот, всячески выделял его, всячески, если он уж потом своровал, так своровал, что я могу сделать. Не значит, что если я просил его привезти сюда, чтобы взглянуть на него, то он уже имеет полное право нарушать закон, это нет. Поэтому найти здесь какие-то аргументы на уровне разума у Трамбана, да нет, здесь ничего абсолютно разумного. Всё, что здесь есть, здесь есть психологическое воздействие. И Иуда довольно, если проанализировать эту речь более подробно, Иуда действительно мастерски её выстраивает. Это речь с подъёмами и со спусками. Он то нагнетает напряжение, то распускает его. Действительно, речь в том понимании, которое её даёт Трамбан, она очень сильная, выстроена с умом, и смысл её только в психологическом воздействии. Растопить сердце египтянина, который утверждает, что он богобоязненный человек, напугать его тем, а богобоязненный человек должен бояться этого, что он своими действиями сведёт кого-то в могилу, что может быть страшнее того, и путём переплетения, милосердия, жалости и страха перед преступлением заставить его отказаться от Бенея. Это так объясняет Рамбан. А Бейталейви, Рабьёй Севдор Соловейчик в книге Бейталейви, он даёт здесь довольно оригинальное объяснение. Связывает это с тем, о чём мы говорили раньше. Он тоже, как и многие комментаторы, говорит, что Иосеф хотел подойти, простите, что Иуда хотел подойти к Иосефу и говорить с ним тет-а-тет, не так, как он говорил раньше. А почему? Вся эта история, кажется, Иуде совершенно ненормальной, абсолютно. Такое впечатление, что люди здесь говорят на разных языках. Начинается с того, что им предъявляется уже нелепое обвинение в том, что они шпионы, и когда они оправдываются, то происходит совершенно страшная вещь. Каждый аргумент, которым они оправдываются, он ещё больше убеждает этого египетского чиновника в том, что они шпионы. Ну, как там сказано, смотрите. Иосеф обвиняет их в шпионаже. Вы, шпионы, вы пришли высмотреть наготу этой страны. И они сказали, нет, господин мой, рабы твои пришли купить си снова. Все мы сыновья одного человека, мы честные, не были рабы твои шпионами. Но он сказал, нет. Только вы смотрите наготу этой страны, и пришли вы. Они вроде говорят ему нормальные вещи. Нет. Более того, дальше сказано. Сказали они, нас, рабов твоих, двенадцать братьев, сыновей одного человека в стране к нам. Вот меньше теперь при отце нашем. Одного не стало. И он сказал им, о, потому-то я и говорю вам, что вы шпионы. Что он здесь увидел, что они шпионы? Что за дурацкий диалог? Ему говоришь нормально, ему говоришь логично. Совершенно нормальный, логичный аргумент. А он, о, о, вот как раз, вот это и доказательство, что вы шпионы. И все это продолжение, дальше что пошло? И вот здесь у Иуды вдруг возникла мысль. Ведь он до сих пор общался с ним через переводчика. Не было такого общения непосредственного. Тет-а-тет. Был переводчик, который переводил с еврейского языка, на котором говорили братья. Он переводил на египетский. Может быть, переводчик все перевирает. Может быть, он учился в институте иностранных языков. И плохо язык знает. Или, может быть, он специально его подтасовывает. Не знаю. Может быть, здесь дело просто в переводе. Почему мы не понимаем друг друга? Почему каждый раз, когда я говорю какие-то дельные вещи, он мне возвращает какую-то полную ерунду. Поэтому Иуда решил обратиться к Иосефу лично, без переводчика. Поэтому он говорит, позволь мне говорить тебе на ухо, без переводчиков. Давай объяснимся непосредственно. Я уж все тебе объясню. И поэтому он пересказывает ему все заново. Спросил Ромбан, зачем Иуда пересказывает все заново. Зачем это? В том-то и дело. Ему нужно пересказать. Потому что он боится, что все, что он говорил до сих пор, переводчик переводил неправильно. Поэтому давайте обойдемся без переводчика. Я, может быть, египетский язык плохо знаю. Но, по крайней мере, на пальцах объясню. Лучше, чем с переводчиком, который только все изменяет. Еще несколько деталей в этой речи. Видно, с одной стороны, что Иуда старается говорить так, чтобы пробудить. И так пишет Ромбан. И действительно это видно по тексту. Он пытается пробудить жалость. Разжалобить. Но, с другой стороны, под текстом идет совершенно другое направление. Здесь есть и обвинение. Здесь есть протест против несправедливости. Против поклепа. Особенно это видно в комментарии Раши. Когда Раши объясняет, что означает не разгорится гнев твой на твоего раба, ибо ты для меня как фараон, значит, Пшата Пашут, так объясняются эти слова самым простым образом, что я, может быть, позволяю себе поведение немного фамильярное, то, что я подхожу к тебе, я обращаюсь к тебе, но это не потому, что я тебя не уважаю. Наоборот. Ты для меня все равно, что фараон. Раши комментируя эти вещи на уровне Драш. Пшат здесь. В моих глазах ты велик, как царь. Ты для меня, как сам фараон. Это в прямом смысле. Пшат. А Медраш? Медраш. Медраш всегда дает не то, что говорится, не то, что услышали бы люди, стоящие рядом, а то, что происходит на уровне только чувства, мысли, слова, которые не высказываются, но которые подразумеваются. Тебе не избежать наказания проказой за него, за Бениамина. Подобно тому, как в свое время фараон был наказан за то, что задержал у себя всего лишь на одну ночь мою прабабку Саву. Ты, как фараон, слышал когда-нибудь про фараона, который заболел проказой пару сотен лет тому назад? Вот это может случиться и с тобой тоже. Другое объяснение. Как фараон постанавливает и не исполняет, обещает и не делает, так и ты. Что Раш имеет в виду? Это уже совсем удар ниже пояса. И что значит фараон не исполняет? Фараон не исполняет своих обещаний, фараон не исполняет собственных указов, собственных законов. Здесь он намекает на то, что в Египте существовал закон, по которому раб, пусть даже какой бы он ни был, но раб не может никаким образом занимать высоких командных постов. И само назначение Йосефа из грязи в князе после того, как он был продан в рабство, еще и сидел в тюрьме, точно так же, как и во многих современных государствах, не назначили бы на министерскую должность человека, который отсидел срок в тюрьме, на нем уже стоит печать, он уже негоден для командных постов, точно так же существовал такой закон и в Египте. И фараон, наплевав на этот закон, возвысил Йосефа и превратил его в своего всесильного премьер-министра. Это намекает здесь Иуда, точно так же, как ты не обещаешь, точно так же, как фараон не исполняет своих обещаний и законов, точно так же и ты. Ты что пообещал? Ты пообещал только взглянуть на парня, мы его привезли тебе, ты на него взглянул, а теперь ты пытаешься его засадить за решетку. Ничего себе, тоже мне называется взглянуть. И третье объяснение дает Раши. Ибо как тебя, так и фараона, то есть если ты меня разозлишь, то я пришибу и тебя, и твоего хозяина фараона тоже не останавливать. Это уже открытая угроза. Не открытая, это скрытая угроза. Так словами, словами Иуда весь стелется. Он постоянно повторяет «Мой господин» и постоянно называет себя его рабом. И даже своего отца он называет рабом Йосефа. Всем рабу он стелется полностью. Это те фразы, которые высказываются. Но на втором плане есть здесь и обвинения, обвинения в нечестности, обвинения в коварстве, обвинения в неисполнении обещаний и угрозы. В конце своей речи говорит Иуда. «А теперь пусть твой раб останется вместо юноши рабом моего господина, а юноша пусть пойдет со своими братьями. Ибо как я приду к моему отцу, если со мной не будет юношей, чтобы не видеть зла, которое постигнет моего отца?» И чуть раньше есть еще одна фраза. «Ибо раб твой поручился за юношу моему отцу, сказав, если я не приведу его к тебе, я буду перед тобой грешником навеки». А это для чего он здесь упоминает? Раша объясняет следующим образом. Если ты спросишь, почему так получается, что все остальные братья молчат, и только я говорю, так я тебе скажу, в чем разница. Все они снаружи, а я связался накрепко узами клятвы. То есть я поклялся отцу, что если я не приведу тебе Бениамина, то быть мне отверженным грешником навечно в этом мире и в грядущем мире. Именно поэтому я-то сейчас говорю, а все остальные молчат. Харамбан объясняет, что здесь имеется в виду несколько другое. Этими словами Иуда только подчеркивает, насколько тяжела была для отца разлука с Бениамином, настолько, что он потребовал от меня поручиться и потребовал от меня покляться его такой страшной клятвой, что иначе его невозможно было убедить. И теперь, чтобы ты понял, теперь ты хочешь сделать так, чтобы ребенок не вернулся, чтобы юноша не вернулся, и подумай, что ты причиняешь нашему отцу. Все, что мы говорили до сих пор, вот это объяснение классических комментаторов, вещи более-менее известны. А вот в Медраше, Медраж Танхума, там вся эта сцена передается довольно неожиданно. Там вот эта речь, в которой Иуда ведет себя как искусный оратор, знающий, каким образом психологически воздействовать на людей, которые слушают его, выстраивающие свою речь. Это речь не спонтанная, она выстроенная, она, безусловно, продуманная. Там почему-то Медраж Танхума представляет всю эту речь как диалог между Иудой и Иосифом. Я прочитаю только некоторые отрывочки, диалог там очень длинный. Иуда начинает. «Мой господин спросил своих рабов, есть ли у вас отец или брат, с самого начала ты возвал на нас, ты навел на нас, возвел на нас наверх». Рашид тоже приводит это, цитирует это начало. «Только Рашид на этом ставит точку, а Медраж-то там продолжает. Из скольких стран пришли люди в Египет покупать провизию, и ни одного ты не спросил об этом. Кого просили заполнять анкеты и указывать там родственников до четвертого колена? Что мы к твоей дочери пришли свататься? Или нашу сестру ты хотел взять себе в жены? Но, тем не менее, мы не сказали от тебя ничего». А дальше следует ответ Юсефа. «Иуда, а почему это именно ты выступаешь в имени всех братьев? Вот я вижу с помощью моего волшебного кубка, что я следующее, который постарше тебя, тот самый кубок, который Юсеф якобы, при помощи которого он якобы гадал и так далее, он его сейчас получил обратно, он использует его, чёлкает по нему, изображает, да, мне кажется, есть те, которые постарше тебя, а почему ты вступаешь вперёд?» Иуда отвечает ему, «Потому что именно я проучился за этого отрока». «А-а-а, проучился, что ты говоришь? А вот интересно, а почему ты не проучился за твоего брата, которого вы продали шмейльтянам за 20 серебряных монет? Наоборот, ты причинил страдания своему отцу». Не рассказываешь здесь история из жизни еврейского народа. Бедный несчастный отец. «А, насколько я знаю, ты причинил страдания своему отцу, сказав ему, что, мол, Юсеф растерзан диким зверем, а ведь он там не был ни в чём не виноват. Сравни, что ты сейчас заступаешь за этого воришку? Он украл, а тот, которого вы раньше продали, он ничего не украл, тебе это тогда не помешало. Так если тебе это не помешало тогда не заступиться и не поручаться за безвинного человека, так чего ты сейчас из козы лезешь вон, заступаешь за воришку? А кубок украл? Так и скажи своему отцу. Пошла верёвка за ведром. Спрашивай меня, что я скажу своему отцу? Я тебе скажу, что скажу, что ему сказать. Пошла верёвка за ведром, когда человек набирает воду в колодце, бросает туда ведро, ну, естественно, вся верёвка и распутся. Вот сначала ведро, потом верёвка. Что такого страшного, что такого ужасного? Сделай это один раз. Делайте это ещё раз. Услышав это, Иуда зарыдал и сказал, как я приду к моему отцу, а юноши нет со мной? Сказал ему Иосиф, ну, хорошо. Давай поборемся, давай готовься, сейчас драться будем. Иуда сказал Иосифу, заметь, с самого начала ты намеревался только возвести на нас поклёб. Ты тогда сказал, вы шпионы, а потом сказал, вы высмотрите, уязвимые места этой страны пришли. А в конечном итоге ты ещё сказал, вы украли мой кубок. Обвинение идиотские один за другим. Ты поклялся жизнью фараона злодея, а я клянусь жизнью моего отца праведника. Если я выну мой меч из ножен, то весь Египет переполнится трупами. Отвечает ему Иосиф, ну, если вынешь свой меч из ножен, то я сверну его, оберну его вокруг твоей шеи. Иуда, а что же мы тогда скажем отцу? Иосиф, ну, я же тебе уже сказал, что повторяю всё. Пошла верёвка за ведром. Иуда, неправым судом ты судишь нас, отвечает им Иосиф, неправый суд, творящим неправду. Нет больше несправедливости, чем продать своего собственного брата в рабство. Иуда, очевидно, уже совсем рычит. Огонь шхема горит в моём сердце. То есть, руки уже чешутся, как. Иосиф, а, это огонь Тамар твоей невестки. Да-да-да, я слышал. Ну, ничего, я его потушу. Иуда, сейчас же я выйду и окрашу кровью все улицы города. Иосиф ему отвечает, о, да, вы всегда были красильщиками, конечно, выкрасили кровью рубашку своего брата, принесли папе и сказали, хищный зверь его растерзал. Если прочитать и просто обалдеть. Что здесь происходит? Что такое могло происходить на самом деле? И между ними был такой диалог. Второй совершенно ясный монолог Иуды, который Иосиф слушает. Не знаю, что он думает при этом. Можно себе представить. Но ведь по тексту он же ничего не отвечает. Более того, разве можно понять это буквально? Ведь если бы Иосиф хотя бы одну из этих фраз сказал ему на самом деле, то Иуда тут же бы понял, с кем он имеет дело. Тут же бы понял, что это Иосиф. Кто это еще может знать? А как тогда понимать этот Медраж? Что тогда Медраж хочет от нас? Почему Медраж превращает весь этот диалог, всю эту возвышенную речь, возвышенную эмоциональную речь Иуды, и почему он превращается в такой вот диалог? Диалог, в котором… Причем очень интересно, он выстроен этот диалог. То есть Иуда все время поднимается, он все больше и больше взвинчивает его обвинения. И то же, что интересно, Пшат, как мы видели во всей этой речи, в основном он старается разжалобить, разжалобить и, может быть, немного пригрозить, но в основном разжалобить его. А в том диалоге, как представляет Медраж Танхуна, это сложные обвинения. Обвинения в несправедливости, в нечестности, в… Но чем сильнее обвинения Иуды, тем саркастичнее замечание Йосефа, и после каждого такого обвинения, когда казалось, люди должны быть потрясены этой несправедливостью, которую вскрывает Иуда, вместо этого эффекта, наоборот, следует такой укол, такой жестокий и саркастичный укол, после которого непонятно, как Иуда продолжает дальше свою речь. Иуда все больше и больше горячится, а Йосеф все более и более саркастичен и все больше и больше насмехается над ними, все больше и больше колет его. Это, конечно, не случайно. Как же понять этот Медраж? Пшат – это понимание текста и событий так, как эти события увидел бы сторонний наблюдатель. Что сказано? Какие поступки сделаны? Так, если бы эту беседу записали, вот эту вот сцену встречи Иуды и Йосефа записали бы ее на пленку, аудио или видео, то вот те слова, которые мы прочитали в Торе, вот они бы там и были зафиксированы. А все, что сказано в Медраж Танхума, мы бы этого не услышали. Что же такое Медраж? Медраж, он объясняет на уровне Драж, естественно. Драж – это относится к внутреннему миру человека. Это не те слова, которые сказаны, это мысли, которые человек в этот момент думает, и каждый из нас хорошо знает, что очень часто бывает так, что мы говорим одно, а при этом думаем другое. Или еще глубже, иногда это не то, что человек думает, а иногда то, что он чувствует. И чувства эти иногда, в которых он отдает себе отчет, а иногда и не очень отдает себе отчет. Все это те вещи, которые находятся глубоко-глубоко в сердце у человека. Вот почему наши мудрецы представляют это как диалог. Это, наверное, не столько диалог, очевидно, что это не диалог Иуды с Иосефом, это диалог Иуды со своим собственным внутренним миром. Только этот внутренний мир получает здесь имя Иосефа. От имени Иосефа идут эти уколы. Почему это так? Вообще-то не такое же это странное явление. Наш внутренний мир с нами общается. Многие говорят, что сны, которые мы видим, это и есть то самое общение нашего внутреннего мира с нами. Когда мы в обычной ситуации, когда мы не спим, то мы себя контролируем и не очень-то прислушиваемся к каким-то внутренним голосам, ощущениям и так далее. Их отвлекаемся. А ночью они вылезают. То есть наш внутренний мир, давая нам какие-то образы, которые мы рассматриваем, видим их во сне, это с нами будет наш собственный внутренний мир. Но такое бывает и наяву. Каким образом? Когда человек, находясь где-то, говоря что-то или делая, вдруг по ассоциации начинает вспоминать что-то такое, что глубоко-глубоко-глубоко засело где-то там в памяти, и что ему иногда, может быть, даже и не хотелось бы вспоминать. Но события, уж больно похожие на то, что человек когда-то там глубоко в память запрятал, что что-то, что засело у него глубоко в памяти, то события, которые сейчас происходят, и те слова, которые он слышит или говорит, они-то напоминают, они по ассоциации вытаскивают из глубины подсознания всё то, о чём человек не хотел бы думать и вспоминать. Здесь с человеком таким образом говорит его собственная совесть. Вот это то, что происходит здесь. Иуда становится в позу обвинителя. Почти. Это тоже бедраж. На уровне пшата он просит, умоляет, пытается разжалобить. Конечно. Но на уровне драж и эти намёки проходят. Это мы видели в комментариях Раши и других. И он становится в позу обвинителя. Это Киэмиль Зуля, я обвиняю, и он обвиняет. Он обвиняет этого египетского чиновника, обвиняет его в нечестности, в том, что с самого начала он пытался возвести на них поклёв, в том, что с самого начала он обвинял их совершенно бестолковыми и беспочвенными обвинениями. И вот тут вот, когда, казалось бы, Иуда должен почувствовать своё нравственное превосходство над этим чиновниками египетским, он ощущает, что это нравственное ощущение нравственного превосходства у него уходит. Это потому, что он тоже когда-то, как он теперь это понимает совершенно напрасно, обвинял своего брата Юсефа в преступлениях, которые тот никогда не совершал. Более того, когда он говорит о том, что их судят неправедным судом, да, но ведь их собственный суд, когда они присудили Юсефа, присудили его даже к смерти, он тоже-то, в общем-то, оставался неправедным. И даже если они его не убили, а только продали его в рабство, но продать нет больше несправедливости, чем продать своего собственного брата в рабство. Он обвиняет Юсефа в несправедливости, он обвиняет в том, что, возводя поклёп, этот эгипетский чиновник пытается оставить в рабстве безвинного человека, но мы же сами продали в рабство и не просто этого человека, а собственного брата. И удар начинает, видим, что он начинает просто кричать, угрожать. Если вы на моем мече с ножью весь Египет наполнится трупами, этот крик наподобен тому крику, которым люди иногда хотят заглушить голос своей совести, когда совесть пробуждается и когда она начинает так вот спускать нас, весь наш пафос, когда мы с пафосом говорим что-то, обвиняя других людей, то тут же совесть пробуждается и спрашивает нас, ну а мы сами, мы сами этим грехом не грешны, чтобы заглушить это, иуда начинает кричать, и действительно все эти воспоминания и все эти мысли его просто выводят из себя. Сейчас же выйду и все улицы окрашу кровью. И снова по ассоциации окрасить кровью, да, это один раз уже было. Мы уже окрасили один раз кровью, только рубашку Йосефа. Так вот этот вот, и обеспечивает нам мидраж, самое-самое сокровенное, то, как человек, с одной стороны, вставая в позу обвинителя и обвиняя всех других в несправедливости, в отвратительных поступках, внутри его происходит слом, внутри он все больше и больше ломается, потому что на самом-то деле он понимает, что все те грехи, в которых он обвиняет других, он сам в них грешен. Это на самом деле то, чего Йосеф и хотел добиться от него. И его главное, главное вот это обвинение, которое Йосеф из Мидраша бросает в лицо Иуде, а, как мы понимаем, Иуда, сам себе, ты поручился за этого парня пред своим отцом, а почему же ты не поручился когда-то за своего брата, которого продали в Египет? Вот только когда все эти мысли прошли у него в голове, и тогда действительно Йосеф добился чего он хотел, а вот только после этого он уже мог открыться, после всей этой речи. В Мидраш Танхума есть еще один отрывочек, в котором он рисует, каким образом Йосеф открывается, братья, в принципе, мы подошли здесь именно к тому самому месту, как сказано дальше в Торе, и не мог больше Йосеф сдерживаться при всех, что перед ним, и закричал, выведите от меня всех, и никто не стоял при нем, когда Йосеф открывался своим братьям. После этих слов и произошло раскрытие. А Мидраш говорит так, что Йосеф сказал Иуде, погоди, 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 вы же сказали мне совсем недавно, я помню сейчас, как вы сказали, что брат этого парня умер, значит, вы честные люди, не шпиоли, не воры, ничего, и у вас еще был брат и умер. Очень интересно. Это ложь. Как так ложь? Он умер. А это ложь, потому что он живой. Ничего подобного. Он живой, я купил его. Он сейчас придет к вам. Сейчас подождите. И закричал, Йосеф бен Яков, Йосеф сын Якова, приходи, иди сюда, приди и поговори со своими братьями, которые продали тебя в рабство. То есть использует этот психологический ход до конца. Пауза. Братья начинают смотреть во все стороны. Когда же откроется дверь, и туда войдет Йосеф, смотрит на одну дверь, на другую, и достаточно, достаточно, сильно выдержав эту паузу, Йосеф им говорит, чего вы смотрите туда и сюда. Это я, Йосеф. Я, Йосеф, брат ваш. Вот это завершение всей этой сцены. Так как ее видит Медраж Танхума, нам предстоит ответить на один важный вопрос. В тексте Торы сказано «И не мог больше Йосеф сдерживаться при всех, кто стоял перед ним». То есть почему он раскрылся братьям? Потому что не мог больше сдерживаться. Что же это значит? Что если бы он мог сдержаться, то он бы продолжал свою игру, он продолжал бы свой спектакль. Но, казалось бы, из всего того, что мы сейчас выучили, его цель полностью была достигнута. Зачем же ему продолжать играть? Или мы просто не понимаем то, что написано. Ну, так написано вроде. И не мог больше Йосеф сдерживаться при всех. Если мы правильно перевели слово «Лид ОПЕК» – сдерживаться. Ему всё время приходилось сдерживать себя, ему было трудно играть всю эту роль. До сих пор он сдерживался, хотя несколько раз он должен был выходить, вытирать слёзы, умывать лицо, но это выходило. А теперь всё, сломался. Но, значит, он хотел продолжать это? А что ему нужно было продолжать? Вроде бы всё было достигнуто, и дальнейший спектакль не имеет смысла. Ну, а этот вопрос мы уже ответим на следующем уроке.